Аудиокниги Артур Канан-Дойл Долина ужаса «Я склонен думать...» «Думайте, думайте», — нетерпеливо заметил Холмс. «Я убежден, что принадлежу к числу самых терпеливых людей. Но это насмешливое замечание задело меня». «Послушайте, Холмс», — сказал я сухо, — «вы иногда слишком испытываете мое терпение». Но Холмс был слишком занят собственными мыслями, чтобы отвечать мне. Не обращая внимания на нетронутый завтрак, стоявший перед ним, он всецело занялся листком бумаги, вынутым из конверта. Затем он взял и сам конверт, поднял его и стал внимательно изучать. «Это почерк Порлока», — задумчиво сказал он. «Я не сомневаюсь, что это почерк Порлока, хотя видел его всего дважды. Греческое «е» с особенной верхушкой чрезвычайно характерно. Но если это послание Порлока, то оно должно сообщать о чем-нибудь чрезвычайно важном. Он говорил, скорее сам с собой, чем обращаясь ко мне, но все мое прежнее недовольство исчезло под влиянием интереса, вызванного его последними словами. «Но кто же этот Порлок?» — спросил я. «Порлок, Ходсон, — это только кличка, псевдоним, но за ним стоит чрезвычайно хитрая и изворотливая личность. В предыдущем письме Порлок извещал меня, что его имя вымышленное, и просил не разыскивать его. Порлок важен не сам по себе, а потому что находится в соприкосновении с одним действительно значительным лицом. Вообразите рыбу лоцмана, сопровождающую акулу, шакала, следящего за львом, что-либо ничтожное в обществе действительно грязного. Не только грязного, Уотсон, но и таинственного, в высшей степени таинственного. Вот в этом-то отношении Порлок и интересует меня. Вы слышали от меня о профессоре Мариарте? Знаменитый преступник, столь великий в своих хитрых замыслах, что я и теперь вспоминаю о своих поражениях», — докончил Холмс в полголоса. Я, собственно, хотел сказать, что он остается совершенно неизвестным обществу с этой стороны. «Намек! Явный намек!» — воскликнул Холмс. «В вас, Уотсон, открывается совершенно неожиданная жилка едкого юмора. Я должен остерегаться вас в этом отношении. Но, назвав Мариарте преступником, вы сами совершаете проступок с точки зрения закона. Это клевета, как оно неудивительно. Один из величайших злоумышленников всех времен, организатор едва ли не всех преступлений, руководящий ум всего подпольного мира, ум, который мог бы двигать судьбами народов, таков в действительности этот человек. Но он настолько неуязвим, настолько выше подозрений, так изумительно владеет собой и так ведет себя, что за слова, только произнесенные вами, он мог бы привлечь вас к суду и отнять вашу годичную пенсию в качестве вознаграждения за необоснованные обвинения. Разве он не прославленный автор движения астероидов, книги, затрагивающей такие высоты чистой математики, что, как говорят в научной прессе, не нашлось никого, кто мог бы написать критический отзыв о ней? Можно ли безнаказанно клеветать на такого человека? Клеветник, доктор и оскорбленный профессор? Таково было бы соотношение ваших ролей. Это гений, Уотсон. Но если я буду жив, то придет и наш черед торжествовать. Если бы мне удалось присутствовать, увидеть все это, воскликнул я с увлечением, но мы говорили о Порлоке, «Ах, да, так называемый Порлок не только одно из звеньев в длинной цепи, созданной Мариарти, и, между нами говоря, звено довольно второстепенное, даже более. Насколько я представляю себе, звено, давшее трещину, скорее прорыв в этой цепи». Но ведь, как говорят, не существует цепи более крепкой, чем самая слабая из ее звеньев. «Именно, дорогой Уотсон, в этом-то и кроется важность этого Порлока. Отчасти влекомый зачатками тяготения к справедливости, а главным образом, поощряемый посылками чеков в 10 фунтов, он раза два доставлял мне ценные сведения. Настолько ценные, что удавалось предотвратить преступление. «Если мы будем иметь ключ к шифру, то я не сомневаюсь, что и это сообщение окажется именно такого рода». Холмс снова развернул письмо и положил его на стол. Я поднялся, склонился над ним и стал разглядывать загадочное послание. На листке бумаги было написано следующее. Что вы думаете об этом, Холмс? Очевидно, попытка сообщить, какие-то секретные сведения. «Но если нет ключа, то какова же польза шифрованного послания?» «В настоящую минуту ровно никакой». «Почему вы говорите «в настоящую минуту»?» «Потому что существует немало шифровок, которые я могу прочесть с такой же легкостью, как акро стих по первым буквам каждой строки. Такие несложные задачи только развлекают ум, ничуть не утомляя его. Но в данном случае совсем иное дело. Ясно, что это ссылка на слова из какой-то книги. Пока я не буду знать название книги и страницу, я обессилен». «А что могут означать «Дуглас» и «Бирлстон»?» Очевидно, этих слов не оказалось на взятой странице. «Но почему же он не указывает название книги?» «Дорогой Отсон, ваш природный ум и догадливость, доставляющие столько удовольствия вашим друзьям, подскажут вам, в подобном случае, что не следует посылать шифрованное письмо и ключ в одном конверте, иначе вас могут постичь большие неприятности. Однако сейчас нам принесут вторую почту, и я буду очень удивлен, если не получу письма с объяснением или самой книги, на которую эти цифры ссылаются. Дальнейшие предположения Холмса были прерваны через несколько минут появлением Билли, принесшего ожидаемое письмо. Тот же почерк заметил Холмс, вскрывая конверт, и подписано на этот раз торжествующим голосом прибавил он, развернув письмо. Однако, когда Холмс просмотрел содержание письма, он нахмурился. — Ну, это сильно разочаровывает. Я боюсь, Отсон, что все наши ожидания не привели ни к чему. — Многоуважаемый мистер Холмс, — пишет Порлок, — я больше не могу заниматься этим делом, это слишком опасно. Он подозревает меня. Я вижу, что он подозревает меня. Только что я написал на конверте адрес, собираясь послать вам ключ к шифру, как он зашел ко мне совершенно неожиданно. Я успел прикрыть конверт, но я прочел подозрение в его глазах. Сожгите, пожалуйста, шифрованное письмо. Оно теперь совершенно бесполезно для вас, Фред Порлок. Некоторое время Холмс сидел молча, сжав письмо в руке и хмуро глядя на пламя в камине. В сущности, — сказал он наконец, — что его так испугало? Возможно, что это только голос его неспокойной совести. Сознавая, что он предатель, он прочел обвинение в глазах другого. Этот другой, я полагаю, профессор Мариарти? И никто иной. Когда кто-либо из этой компании говорит о нем, вы должны догадаться, кого они подразумевают. У них имеется один он, возвышающийся над всеми остальными. Но что этот он может затевать? Хм, это сложный вопрос. Когда вы имеете своим противником один из лучших умов во всей Европе, причем за его спиной стоит целое полчища темных сил, то допустимы всякие возможности. Как бы то ни было, наш друг Порлок, по-видимому, оказался расстроенным очень сильно. Сравните, пожалуйста, письмо с конвертом, который был надписан, как он говорит, до неприятного визита. Один почерк тверд и ясен, другой едва можно разобрать. Зачем же он продолжал писать? Почему он попросту не бросил это дело? Потому что он опасался, что я буду добиваться разъяснений и навлеку на него неприятности. Я схватил шифрованное письмо и стал с напряжением всматриваться в него. Можно с ума сойти от мысли, что в этом клочке бумаги заключена какая-то важная тайна и что выше человеческих сил проникнуть в ее содержание. Шерлок Холмс отодвинул в сторону свой нетронутый завтрак и разжег трубку, бывшую постоянным спутником его размышлений. «Я удивляюсь», — сказал он, откинувшись на спинку и уставившись в потолок. «Может быть, здесь имеются пункты, ускользающие от вашего макеавелиевского ума? Давайте рассмотрим проблему при свете чистого разума. Этот человек делает ссылку на какую-то книгу. Это наш исходный пункт». «Нечто весьма неопределенное, надо сознаться. Посмотрим далее, не можем ли мы немного прояснить его. Наша проблема, когда я вдумываюсь в нее, кажется мне менее неразрешимой. Какие указания имеются у нас относительно этой книги?» «Никаких. Ну, ну, наверное, это не совсем так. Шифрованное послание начинается большим числом 534, не так ли? Мы можем принять в качестве вспомогательной гипотезы, что 534 — это та самая страница, которой нас отсылают как к ключу шифра. Таким образом, наша книга уже становится большой книгой, что, конечно, представляет собой некоторое достижение. Какие еще указания имеются у нас относительно этой большой книги? Следующий знак — это Г2. Что вы скажете о нем, Отсон? Без сомнения, глава вторая. Едва ли так, Отсон. Я уверен, вы согласитесь со мной, раз дана страница, то номер главы роли не играет. Кроме того, если страница 534 застает нас только на второй главе, то размеры первой главы должны быть положительно невыносимы. Графа! — воскликнул я. Великолепно, Отсон. Если это не графа или столбец, то я сильно ошибаюсь. Итак, теперь мы начинаем исследовать большую книгу, напечатанную в два столбца значительной длины, так как одно из слов в документе обозначено номером 293-м. Достигнуты ли пределы, в которых разум может оказать нам помощь? Я боюсь, что это так. Положительно, вы к себе несправедливы. Блесните еще раз, мой дорогой Отсон. Теперь такое соображение. Если бы эта книга была из редко встречающихся, он прислал бы ее мне. В действительности же он собирался, пока его планы не были расстроены, прислать мне в этом конверте ключ к шифру. Так он говорит в своем письме. А это походит на указание, что книгу эту я без труда найду у себя. Он имеет ее. И полагает, по-видимому, что и я имею ее. Короче говоря, Отсон, это какая-то очень распространенная книга. Весьма правдоподобна. Итак, мы должны несколько ограничить поле наших поисков. Наш корреспондент ссылается на большую и очень распространенную книгу, отпечатанную в два столбца. «Библия!» воскликнул я с торжеством. Отлично, Отсон. Впрочем, если позволите, то с некоторой оговоркой именно относительно этой книги труднее всего предположить, чтобы она находилась под рукой у кого-нибудь из сподвижников Мариарти. Кроме того, различных изданий Священного Писания существует такое множество, что он едва ли мог рассчитывать на второй экземпляр с одинаковой нумерацией страниц. Нет. Он ссылается на нечто более определенное в этом отношении. Он знает наверняка, что его страница, 534, окажется вполне тождественна с моей, 534. Но ведь книг, отвечающих всем этим условиям, очень немного. Верно. Но именно в этом наше спасение. Наши поиски должны быть теперь ограничены книгами с постоянной нумерацией страниц, которые предполагаются имеющимися у всех. Брэдшо. Едва ли, Отсон. Язык Брэдшо очень точен и выразителен, но запаса слов на одной странице не хватит даже для обыкновенного письма. Брэдшо приходится исключить. Словарь не подходит по той же причине. Что же остается в таком случае? Какой-нибудь ежемесячник. Великолепно, Отсон. Если вы не угадали, то значит я сильно заблуждаюсь. Ежемесячник. Возьмем номер ежемесячника Уайтекера. Он очень распространен. В нем имеется нужное число страниц и отпечатан в два столбца. Он взял томик с письменного стола. Вот страница 534. Столбец второй. Порядочные уймы мелкого шрифта, по-видимому, относительно бюджета и торговли в Британской Индии. Записывайте слова, Отсон. Номер тринадцатый. Махратта. Начало, я боюсь, не особенно благоприятное. Сто двадцать седьмое слово «правительство». Это все-таки имеет смысл, хотя имеет мало отношений к нам и профессору Мариарте. Теперь посмотрим далее. Что же делает правительство Махратты? Увы. Следующее слово «перья». Неудача, милый Уотсон. Приходится поставить точку. Холмс говорил шутливым тоном, но подергивание его густых бровей свидетельствовал, что он разочарован и раздражен. Я сидел, глядя на огонь в камине, огорченный и смущенный. Продолжительное молчание было нарушено неожиданным возгласом Холмса, вынырнувшего из-за дверцы книжного шкафа со вторым желтым томиком в руке. Мы поплатились у Уотсон за свою поспешность. Сегодня, 7 января, и мы взяли новый номер ежемесячника. Но более чем вероятно, что Порлок взял для своего послания старый номер. Без сомнения, он сообщил бы нам об этом, если бы его пояснительное письмо было им написано. Теперь посмотрим, что нам расскажет страница 534. Тринадцатое слово. — Имею. — 127. — Сведения. Это сулит на многое. Глаза Холмса сверкали, а тонкие длинные пальцы при отсчитывании слов нервно подергивались. — Опасность. — Ха-ха, отлично. Запишите это, Уотсон. — Имею сведения. Опасность может угрожать. — Очень скоро некий... Дальше у нас имеется имя. Дуглас. Богатый помещик теперь в Бирлстонский замок. Бирлстон, уверять, она настоятельная. — Все, Уотсон. Что вы скажете о методе чистого разума и его результатах? — Если бы у зеленщика имелась такая штука, как лавровый венок, я бы немедленно послал Билли за ним. Я пристально всматривался в лежавший у меня на коленях листок бумаги, на котором записывал под диктовку Холмса странное послание. — Что за причудливый и туманный способ выражать свои мысли, — сказал я. — Наоборот, он прекрасно это выполняет, — возразил Холмс. — Когда вы пользуетесь одним книжным столбцом для выражения наших мыслей, то вы едва ли можете ожидать найти все, что вам нужно. Кое-что приходится оставлять догадливости вашего корреспондента. В данном случае содержание совершенно ясно. Какая-то дьявольщина затевается против некоего Дугласа, богатого джентльмена, живущего, по-видимому, в своем поместье, что и указывает нам Порлок. Он убежден уверять. Это самое близкое, что ему удалось найти, к слову, уверен, что опасность очень близка. Таков результат нашей работы, и я могу смело вас уверить, что здесь имелся кое-какой материал для анализа. Холмс испытывал удовольствие истинного артиста, любующегося своим лучшим произведением. Он еще продолжал наслаждаться достигнутым успехом, когда Билли распахнул дверь, и инспектор Макдоналд из Скоттланд-Ярда вошел в комнату. Продолжение следует... Продолжение следует...